Вера, явленная в делах. Послание Иакова, 2 глава с 14 по 26 стих. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его, если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, греетесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела. Что пользы? Так и вера. Если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верует только. Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Расмышления, часть первая. Вера и дела. Послание Якова, вторая глава, с 14 по 19 стих. Данный отрывок является одними из самых известных и обсуждаемых мест Писания. Во времена Реформации он вызывал так много дискуссий, что ее сторонники, а именно Лютер, был близок к тому, чтобы исключить послание Якова из канона. И все потому, что этот текст воспринимали как несоответствующий доктринам. Только благодатью и только верой. Может показаться, что Яков говорит, нужно совершать дела, чтобы получить спасение. Но это далеко не так. Так в комментариях Эликота говорится, вера должна проявляться в делах. Вера без дел – просто мечтание. Эти два понятия вера и дела не могут быть разделены, так как они были дарованы Господом человеку, как единое целое. И как единое целое возносится от человека к Богу. У нашей веры должны быть плоды. Истинная вера всегда будет производить дела. Ваша вера – от дел или же ваши дела от веры? На первый взгляд это одно и то же. Но здесь заложены абсолютно разные истины. Настоящая вера начинается с Креста и со Спасителя, даровавшего нам жизнь. Размышления, часть 2. Авраам и Раав. Послание Якова, 2 глава, с 20 по 26 стих. Яков приводит в пример двух героев Ветхого Завета. Очень разных, но имеющих одно сходство. Веру в Бога, проявленную в их делах. Авраам, призванный Господом, был отцом всех народов. Одним из трех библейских патриархов. Раам же была женщина, падшая, блудница. Эти примеры показывают нам, что любой человек может получить спасение. Благодать дается не только тем, кто считается хорошим, но по стандартам этого мира. А Раав, в свою очередь, дала убежище Иисусу, Навину и Халеву, которые были посланы разведать все в этой земле. И Авраам, и Раав получили спасение, но не за свои дела. Их праведные поступки были доказательством искренней веры. Именно вера дала им спасение. Вера производит спасение. Спасение же производит послушание. Стараетесь ли вы построить свою праведность, совершая хорошие дела? Или строите ее добрыми делами Христа? Праведные поступки без веры приведут только к гордыне. Молитва. Господь, прости меня за то, что я пытался оправдать себя своими добрыми делами. Я оправдан через крест Христа, который отдал свою жизнь за меня. Благодарю Тебя за Твою жертву, дорогой Иисус, открывшую мне дорогу веры. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.